И всем привет! У нас подоспела новая подборка с интересными новостями из мира гимнастики. Сегодня в видео поговорим об ответном турнире, в котором примет участие сборная России, о соревнованиях, на которые Ирина Винер планирует отправить гимнастик сборной, о команде, которая снялась чемпионата Европы, расскажу об итогах надежд России и тех загадочных четырех гимнастках, и также поделюсь забавными и полезными фактами. Думаю, многие замечают, что ситуация с коронавирусом становится все хуже. Ограничительные меры уже ввели в нескольких регионах. Кого-то отправили на каникулы и онлайн-обучение. Но занятия вне зала не повод опускать руки, так как без самостоятельной работы над собой невозможно добиться успеха в гимнастике. За время первого карантина многие гимнастки начали проходить онлайн-марафоны. Например, в марафон Екатерины Пирожковой прошли более 2000 участников. Девочки всего за 5 дней добивались видимых результатов, а после выхода с карантина подобные марафоны стали отличным дополнением к регулярным тренировкам. И 26 октября Екатерина Пирожкова запускает новый авторский марафон по растяжке, который подойдет для гимнасток любого уровня, как для малышек, так и для профессиональных гимнасток. В рамках марафона вы будете отслеживать свой прогресс. Пройдет вебинар в формате вопрос-ответ и онлайн-тренировка с Екатериной. Упражнения марафона включены в программу сборной Узбекистана, которую сейчас готовят к Олимпиаде Екатерины. А как подтверждение результата, это, конечно же, то, что девочки вновь и вновь возвращаются. А Екатерина, работая со сборными мира, повышает квалификацию, дополняет, улучшает и дает новую информацию о своих марафонах и уроках. Кстати, по окончанию марафона каждый участник получит сертификат, так что это как настоящее повышение квалификации у спортсмена. Ну и самое приятное, что вы уже сейчас можете бесплатно начать занятия по улучшению растяжки. Ссылку на бесплатные упражнения я оставлю для вас внизу в описании. Вы можете начать заниматься в любое время, например, уже сейчас. Подробную информацию про сам марафон вы сможете найти также по ссылке в описании. А для тех, кто еще не знает, Екатерина Пирожкова работала со сборными России, Санкт-Петербурга, Бразилии и Казахстана. Она является судьей международной категории и уже более 10 лет создает онлайн-курсы и уроки по гимнастике. И помимо этого является кандидатом педагогических наук, пишет научные работы и создает все с научным подходом. В общем, очень известная личность в мире гимнастики, которая занимается развитием гимнастики не только оффлайн, но и онлайн. Пишите, знакомы ли вы с ней и хотите ли узнать о ней побольше. Для меня она точно интересная личность, так как она успевает вести активную онлайн-деятельность, развиваться и тренировать мировые сборные. Напомню, что ссылочку на ее бесплатное занятие вы можете уже получить прямо сейчас по ссылочке в описании. Главный тренер сборной Беларуси Ирина Лепарская осталась в восторге после проведенного в рамках Кубка России турнира между Россией и Беларусью. Также в интервью она рассказала, что для девочек встреча с подружками-конкурентами была очень необходима после такого долгого перерыва. Сборная в групповых Беларуси не смогла приехать на турнир из-за болезней, как уточнила Ирина Лепарская, не связанных с коронавирусом, а просто простудных заболеваний. Но на сборах команда присутствовать будет. Вся сборная Беларуси сейчас отправляется в Сочи на сборы, и туда не смогла присоединиться только Екатерина Галкина. И, видимо, она приступит к тренировкам уже после возвращения всей сборной в Минск. Но главный тренер рассчитывает, что Катя успеет восстановиться к ноябрьским соревнованиям. В Беларуси планируют устроить в своем зале международный турнир с ответным визитом, который должна посетить и сборная России. Правда, поедет ли команда России будет зависеть от решения главного тренера Ирины Винер. Пока, судя по всем ее действиям, девочки из страны никуда выезжать не будут. А турнир в Минске уже запланирован с 5 по 9 ноября, куда подали заявки уже 7 сборных команд. Новость, которая меня точно удивила, в первую очередь внешним видом героини новости. Кристина Пограничная появилась в очень необычном и женственном образе на церемонии награждения лучших спортсменов года по версии журнала PlayPro. Кристина является вице-чемпионкой юношеских олимпийских игр, призером чемпионата Европы и победительницей всемирной гимназиады. Пишите в комментариях, как вам образ Кристины, лично я ее совсем не узнала. Еще одна важная новость, за которую можно было переживать в связи с ужесточением ограничительных мер из-за коронавируса, это второй онлайн-турнир. Ирина Александровна Винер все-таки подтвердила, что турнир состоится в конце октября 28 числа. И в нем примут участие несколько сборных команд из разных стран, в том числе и гимнастки Болгарии. Одни из сильнейших гимнасток мира, так что в конце октября нас ждет очередной турнир с лучшими гимнастками мира. У Кати Селезневой в инстаграме вышло очередное смешное видео с участием других девочек-сборниц. Дарьей Трубниковой и Машей Сергеевой. Хотя, наверное, даже больше не смешное, а классное. Мне больше всего понравилось, как танцует Маша Сергеева. А вам? Пишите в комментариях. Из грустных новостей появилась очередная сборная команда, которая отказалась принять участие в чемпионате Европы по художественной гимнастике, который будет проходить в конце ноября в Киеве. Мы уже знаем, что сборная России не примет участие. И изначально она заявку даже не подавала. И теперь отказалась принять участие и команды Германии. Федерации немецкой гимнастики выпустили официальное заявление, в котором сказали, что ни гимнастки-художницы, ни гимнастки-спортивные в чемпионатах Европы участие принимать не будут. А до чемпионата Европы еще больше месяца. Кто знает, сколько команд еще слетит. Дай бог, чтобы чемпионат Европы вообще состоялся. Ну и вернемся к нашим долгожданным результатам с «Надежд России», которые вроде закончились уже несколько недель назад. Для тех, кто не в теме, напомню. 5 октября завершился всероссийский турнир «Надежда России». Но главный тренер сборной России Ирина Виннер объявила в конце соревнований, что еще 4 гимнастки выступят через неделю на другом турнире. И их оценки пойдут в зачет результатов «Надежд России». Этих 4 девочек закрывали на карантин, так как они присутствовали на сборах в Алуште. И по возвращению должны были пройти двухнедельный карантин. Но мы с вами знаем, что у трех гимнасток сборной ковид все-таки нашли. Но это были не эти 4 гимнастки, так как они все-таки выступили в рамках Кубка России. Довольно спорная ситуация, которую мы с вами недавно обсуждали. Но в целом с обстановкой в странах, каждая ситуация сейчас спорная. Ну и первой в общем зачете «Надежд России» стала как раз одна из девочек, которая выступала в рамках Кубка России на неделю позже. Всем нам уже известная Анна Попова, которая давно тренируется со сборной команды России. Второе место также заняла гимнастка, проходившая карантин и выступавшая в рамках Кубка России. Это Алина Протасова. На третьем месте оказалась Арина Тимошина. По изначальным спискам именно она занимала первое место. За ней также осталась Владислава Николаенко. Пятое место заняла еще одна гимнастка, проходившая карантин – Майя Колобовникова. На шестом месте оказалась Нина Алиференко. И седьмое место заняла последняя гимнастка, которая выступала в рамках Кубка России позднее на неделю – это Мария Борисова. И три следующих места заняли гимнастки, которые изначально были чуть выше, но выступали в дни «Надежд России». Это Ангелина Ибатова, Екатерина Сазонова и Карина Кириллина заняла десятое место и замкнула десятку лидеров. Так мы видим, что девочки, которые тренировались со сборной в Алуште, действительно занимают одни из лидирующих позиций. И, возможно, в скором времени, через пару лет, именно они придут на смену нашим главным звездам. Видимо, Ирина Александровна разглядела талант именно в этих девочек. Мы за ними в любом случае будем следить, а вы пишите в комментариях, нравятся ли вам эти четыре гимнастки, которые выступали позднее, и кто из них нравится больше. Ну а на сегодня новости подошли к концу, мы с вами увидимся очень скоро в следующем видео. Помните, что я вас всех очень сильно люблю и пока-пока!